Дорогие друзья, дорогие слушающие, до слова сегодня будем читать первое послание Коринфянам, 10 глава, 12 и 13 стих. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст ей облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Итак, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Меня кто-то спросил, а может ли вообще христианин упасть? Если бы не можно было, чтобы он упал, то не было бы так написано. Кто думает, что он стоит, бойся, чтобы не упасть. Почему? Потому что искушения есть в этом мире, они приходят уже через наши мысли, они приходят каждый день. И он говорит, здесь даже какое бы ни было искушение, вас постигло не больше, чем вы сможете перенести, потому что Бог верный. Он нас отхраняет от всяких искушений, которые мы не сможем перенести. Мы читаем первое послание Петра, 5 глава, 8-9 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, противостойте ему твердую веру, зная, что так же страдания случаются и с братьями вашими в мире». То есть, дьявол ходит, как рыкающий лев, его надо увидеть иногда, потому что есть ситуации, когда мы можем упасть. И поэтому важно, чтобы мы устояли, трезвитесь, бодрствуйте. То есть, надо видеть, надо иметь постоянно Бога в разуме, надо думать о Нем, утром помолиться, чтобы Бог сохранил от всяких искушений и тебя, и твою семью, и твоих близких. Потому что Он делает вокруг тебя какую-то стену, чтобы не всякий, так сказать, враг мог к тебе так приблизиться. Но надо бодрствовать. Но кто-то скажет мне, ну вот смотри, в первом послании Иоанна, 5 глава 13 стих, сказано, «Сие я написал вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Да, мы верим в Сына Божьего, и мы имеем жизнь вечную. Мы поверили в Него, который за нас умер, пострадал, который воскрес, который взял наши грехи, наши болезни в свои раны, и мы к Нему можем приходить всегда. Да, мы верим, но это не дает нам права быть такими, так сказать, чтобы безразличными в этой жизни, как-то жить вот так вот. Ну, вот я покаялся, я стал вечером Божиим, так, теперь все в порядке, у меня нет никакой борьбы, мне теперь, кстати, очень хорошо. И все, нет, борьба есть. Откроем глаза, и мы увидим, что кругом, каждый день есть возможность обидеться, есть возможность что-то сделать Богу неугодное. Мне нужно бодрствовать и смотреть, что мы в этом мире находимся, где все, так сказать, вокруг нас случается. И нельзя здесь быть ни безмятежным, ни таким безразличным, но трезриться, открывать глаза, смотреть, молиться, презвать за то, что вокруг нас, и не только вокруг нас, и за нас, но и за тех, которых мы имеем вокруг нас, которых мы любим. Потому что все, что происходит в нашей жизни, мы можем перенести, если мы любим Бога, если мы его любим всей душой, всей крепостью, всей силой, то нам тогда ничего не страшного в этой жизни, мы им находимся в его охране. Я прочитаю еще очень интересное место к Ефесянам, 6 глава, 12 стиха. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостоять в день злой и преодолев устоять. Итак, встаньте, припоявшись числа вашей истины и облегшись броню праведности, а почти все возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Вот все оружие Божие приготовил Бог для своих детей. Для чего? Для того, чтобы они не упали. А если упали, чтобы могли встать опять, чтобы могли опять прийти к Господу и сказать, я здесь согрешил, я здесь поступил неверно. Помоги мне, я с тобой пойду, ибо ты за меня умер, я знаю, чтобы я опять встал и не лежал, а шел вперед и делал то, что ты мне сказал. Потому что наша брань не против крови и плоти, не против людей, а против тех духов поднебесных, которые часто действуют через людей, которые на нас влияют. Но это надо увидеть и противостоять им, противостоять из любви к Богу, противостоять с уверенностью, что искушение не будет сильнее, чем мы его сможем перенести. И трезвиться и бодрствовать, это так важно. И мне иногда вот безмятежные такие христиане, которым кажется, ну все хорошо, всегда все идет. Как-то они ни за кого не в ответе, так они сами живут в себе, и все, и кажется, все хорошо. Я думаю, они, наверное, просто никогда по-настоящему не покаялись. Они никогда по-настоящему не полюбили Бога всей душой, всей крепостью, всей силой. И они зря надеются, что их имена записаны на небесах, потому что поверить нужно в живого Иисуса сегодня, который в тебе не тот исторический, что когда-то что-то сделал, а тот, который сегодня вокруг нас, он сегодня действует, сегодня все в его руках, вот этот живой Иисус. Когда мы с ним, тогда мы знаем, да, мы имеем жизнь вечную, и с ним мы идем, мы преодолеем всякого врага, который бы на нас не наступал. Поэтому так важно, если ты стоишь, бойся, чтобы не упасть. Знаешь, что Бог верный, Он не попустит, чтобы искушений и страданий были больше, чем ты их сможешь нести. Стойте крепкими и будьте сильными в этой жизни, ибо вас нуждается этот мир.